сегодняшний ролик для тех кому нужно нанести какие-то супер вязкие или не очень но вязкие материалы друзья приветствую вас на канале финишн группа с вами я сергей родионов как уже сказал вначале значит иногда нам требуется нанести что-то действительно очень вязко может быть у вас какой-то будет разовый заказ да например не знаю покрасить другую яхту например и какой-нибудь катер да то есть гель-колотом может быть вы выполняете какой-то разовый опять же там заказ и не хочет не хотите тратиться например на насос например там да и вам нужно нести какой-то супер вязкий материал для металлоконструкции вот либо может быть вы постоянно работаете в этой индустрии когда опять же ну нет у вас возможности пока там или вообще тратится на какое-то дорогое оборудование да на насос там высокого напередавление хотя иногда это будет скажем так ну единственно правильный выхода в случае нанесения опять же какие-то специализированных материалов но тем не менее нет у вас возможности на данный момент и но нести что-то нужно что-то вязкое как бы гель-колоты спецсостава какие-то вот что делает в этом случае обычная как бы стандартные дюза там до большего диаметра 1,8 там 2 ампер 0 в этих случаях в общем-то не спасают иногда не спасают в общем-то и зачастую как бы требуется какое-то переразбавление что принципе неправильно то есть тдс ну не предусмотрено переразбавление таких материалов что делать в этом случае в этом случае вам достаточно иметь просто пистолет 3 300 сагола вот и вы можете отдельно приобрести вот такой вот редуктор редуктор который создает сейчас говорю как бы вкратце до повышенное давление в бачке чем удобен удобен тем что опять же вам не нужно покупать какое-то спецоборудование нужно покупать отдельный специальный пистолет который предназначен именно для таких видов работ просто покупать один редуктор как бы чем он хорош редуктор мембранный то есть он не поршневой как скажем так некоторые его собратья у конкурентов он повышенной прочность мембрана сделана из птф тефлона то есть она устойчиво абсолютно к растворителям соответственно парам растворителей его можно разбирать его можно соответственно мыть механический предел регулировки 0,7 бара значит что исключает в дальнейшем какие-то скажем так ошибки при неправильном регулировании до чтобы у вас элементарно просто бачок не взорвался в реальности конечно давление как бы она заделан дать то есть чуть больше но тем не менее как бы защита на так как таковая она существует вот устройство присоединительного конуса такой же как на регулятор c2 то есть в принципе вы можете как бы закрутить его опять же одними руками без использования ключа вот и также у редуктора присутствует обратный клапан то есть что исключает падение давления в бачке при изменении давления в системе да то есть может быть забыли там вы или не включили его компрессор там давление как бы полу вас сюда бачки будет постоянно давление . вот такой вот замечательный девайс если вам нужно что-то нести густое то есть как бы с ним это все гораздо проще становится значит у меня налит материал в бачке сейчас соответственно в пистолете грунт не разбавлены просто как бы из банки вот такой как бы вязкости сейчас я подсоединю редуктор бы и мы с вами посмотрим что у нас получается при нанесении монтаж осуществляется следующим образом то есть вы вешаете с наш обычный манометр соответственно снизу сам редуктор выставляете его как бы в ноль то есть не подключаете пока регулируете давление пока только на основном вашем регуляторе да то есть ставим два бара и насчет уже в этот момент подкручивайте давление как бы на самом редукторе ставите там допустим в зависимости опять же от вязкости и того что вы хотите получить давайте попробуем вот сейчас у меня были скажем так тест в таком хард режиме что называется да то есть у меня стоял абсолютно обычная news 1.8 и как бы голова и по грунту очная то есть в общем то даже при таких условиях и таком как бы такой густоте материала которые увидели в общем то нанесение возможно то есть как бы крупным до капли крупная вот но она как бы формируется то есть смачивание идет в общем-то и формирование как бы слоя будет и сам сформирование как бы слоя тоже есть при необходимости опять же если вы не сильно и хотите нанести какой-то густой материал там да не знаю там с отсутствием вязкости как физическое явление значит есть на этот пистолет дюзы размером 2 и 2 2 и 5 миллиметра и специальная голова 60 как бы 2 с именно под такие дюзы то есть в этом случае у вас такой материал как у меня в ролике там либо до какой-то более вязкий материал гейкоут будет носиться со свистом вот поэтому вот такой как бы девайс полезное как бы нужно и особенно для тех даже не особенно в принципе для тех кто наносит такие специфические материалы вот на этом наверное меня все спасибо что досмотрели меня до конца всем спасибо и пока